Привет, друг! С тобой Аван. Мы продолжаем играть на сервере CCD Planet, сервер GTA 5, всё как всегда. И сегодня мы вместе с вами посмотрим новое обновление на этом сервере. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. И мы начинаем. 31 октября на Хеллоуин, либо Хеллоуин, кто как говорит, на CCD GTA 5 добавили новое обновление. Как всегда, здесь каждый месяц выходит что-то новое. За это сразу разработчикам лайк. Значит, по классике проходимся. Сначала чейнжлог читаем, потом всё смотрим. Тайм-коды внизу и на ролике. Можете перематывать на самые интересные моменты. А мы начинаем. Но перед этим хотел сказать, чтобы вы прожали кнопку подписки. Ведь наша цель 3,5 тысячи подписчиков к Новому году. Помоги этого достигнуть. Красная кнопка внизу. Делай её серой. Подписывайся. Вступай в нашу братву. Нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные ролики. Всё, я вас больше не задерживаю. И мы начинаем. Список изменений. Первое. Это добавлено казино. Отмечено на карте. Слот машины. Другие игры в казино будут ждать вас в следующих обновлениях. Запущен временный инвент на Хэллоуэн. С фермерской лицензии можно добывать тыквы в центре Лос-Антоса, чтобы продать их по очень выгодной цене. Возможен очень странный и крайне редкий дроп. Добавлен автосолн спецтехники, в которой можно приобрести эвакуатор для транспортировки личных авто. Добавлен вывод статистики по результатам дрифта от 5000 очков. Добавлен новое издание автосалона CCD Planet. Автосалон премиум перенесён. Добавлен выставочный зал. Добавлен отображение последней купленной машины в автосалоне. Добавлен отображение меток игроков на карте. Добавлен отображение информации о персонажах в текстовом чате. Исправлено отображение рейтинга топ игроков дня в дрифт-заездах. Обновлены кейсы. Доработан дрифт-режим для всех автомобилей. Исправлены многочисленные ошибки и недоработки. Также новый транспорт на сервере. Какой же нам завезли? Первый это Porsche Taycan Turbo S. Lexus LX 570 2018 года. Chevrolet Silverado. McLaren GT 2020 года, так понимаю. Ferrari F12 Berlinetta. SRT Viper. Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Добавлен лимитированный транспорт в кейсы. Сезонный кейс это SRT Viper и Porsche Carrera GT. И кейс все или ничего. Porsche Carrera GT либо Silverado. Не лимитированный. Carrera лимитированная. В принципе по обновлению это все. Я думаю мы можем свободно приступать к обзору. Ну а первое что мне хочется сразу затестить. Это новые кейсы. Сколько же они будут стоить если там добавили лимитированных 2 автомобиля. Значит нажимаем F10. Листаем. Листаем. Значит он где-то будет в конце. Я так понимаю. Оп. Все или ничего. Здесь он стоит 500 рублей. Либо Silverado. Либо Porsche GT. И сезонный кейс 5000 рублей. Если сезоны здесь Viper или Porsche за 5000. А этот всего лишь за 500 рублей. То мне кажется здесь очень часто будут сыпаться Silverado. Знаешь что. Давайте сейчас поедем в центр Лос-Антоса. Посмотрите сколько здесь игроков. Это капец. Я так понимаю здесь вся движуха происходит. Что-то здесь какой-то странные метки. Три. Вот магазин знак вопроса. Вот этот череп знак вопроса. И тачка знак вопроса. Поэтому мы садимся в мой X5. И в принципе едем туда. Кто еще не видел эту тачку. Можете зайти. Ссылочка в описании будет. Как мы его покупали. Тюнили. Вот. Если на том ролике соберется 100 лайков. Тогда я солью кабата нового. Вот кстати новый Лексус. Неплохой. Емма здесь большой. Просто какая тыква. Хотел сказать кабак. Короче подбегаем здесь. Что здесь. Коса 666. Давай купим. Окей. Я так понимаю нам нужно ее срубать. Так. Неприкаянный Джек. В ожидании судна. А что? Здравствуйте. Смотрю тебя заинтересовал заработок добычи ресурсов. Сейчас я расскажу тебе как тут все устроено. Далее. Для начала тебе требуется лицензия на добычу. Которую можешь получить в университете Лос-Андреса. После этого необходимо приобрести подходящий инструмент в магазине Мосси. Еще прикупить сумку. Чтобы носить больше. Цены на ресурсы меняются каждый день в 7 часов утра. Их ты можешь посмотреть на бирже. Которая находится в городе. Там же ты можешь узнать до точка сбыта для каждого ресурса. На этом все. Желаю. Ага. Короче. Вот чат кстати пишется именно код игрока и уровень его. Вот. И брать вот эту кирку типа и лутать. Не нельзя. Далеко. Вот. На капоте можно. Погнали. А кстати по единичке лутается очень быстро. Ага. Значит. О. Тыквы квадратные. Окей. То есть нам может выпасть разные маски. Как мне говорили. Типа маска старого зомби. Старый зомби синий. А тыква темная. Тыква зеленая. И старый зомби зеленая. Короче. Разные маски может выпасть. Но. Пока что нам выпадает только тыква. А вон пацаны продают синие там какие-то маски. По 300 тысяч. Это капец. Но можно чисто заснять видос. Где мы будем задротить здесь пару часов. И посмотреть что же нам выпадет эксклюзивного. Короче пацаны. Первый заход. Ничего не выловил. Вообще ничего. Я надеюсь второй заход будет поярче. Погнали. Сдадим вот это все. Посмотрим на цены. Короче нам нужно теперь поехать эти тыквы сдать жителю кладбища. 2,53 километра. В принципе недалеко. Как мне говорили. Или как я посмотрел. На бирже цена для нее 500 рублей. Типа они не добавили вот этого чекпоинта. О зеленая маска новая. А реально продать. По 500 рублей. Блин почему они не добавили места. Это же такой бред просто сдавать им здесь. В принципе достаточно быстро добывается. Достаточно быстро ездит. Достаточно быстро еще можно словить какой-то бонус. Ну попытаться по крайней мере. И если ты его словишь. Там маски какие-то. Мне говорят там зеленые маски стоят от миллиона. Типа это вообще топ. Можете заходить по-быстрому пока его еще не убрали. И фармить бабки. Знаешь что. Где-то появился новый автосалон CCD Планета. Он отмечен как-то по-новому. Агентство недвижимости. Это не интересно. Вот это автосалон я так понимаю да. Автосалон 1, 2, 3. А вот это наверное спецтехника. Ну ладно. Поехали сначала на пляж. Посмотрим пляжный автосалон. Если так можно назвать. Элитный я так понимаю. Уже на пляже где-то будет. Вот. А потом поедем посмотрим спецтехнику. В принципе на этом все. И надо быстрее. Потому что я сейчас блин обсохну и капец. Ну очень какой-то узкий въезд. Как по мне. Здесь нету парковки. Ладно. CCD Планет. Но выглядит сразу охрененно. Блядь. Но они эту херню не пофиксили. Они бы написали что нельзя на тачке туда заезжать. Потому что тачка убирается. Блядь. А ее нельзя. Атп. Убрать. Она не убирается. Потому что транспортные средства не находятся на улице. Ладно. У кого пацаны. Там. Две тачки или больше. А кого одна. Он же никак это не сделать. Нужно перезаходить. Вот я вот так сделал. И все. Но теперь у меня похерился. Получается этот. Багажник. Теперь у меня. 10 минут нужно ждать. Вот это такая ебатня. Реально. Открываем. С ноги. Последняя продана машина и феррари в 12 берлин. Это стопор, бустер. 22 ляма. А номера пишутся? Блин. Если бы еще номера писались. Было бы неплохо. А в тачку сесть можно? Посидеть там. Ммм. Нахера. Просто телефончики. Смартфончики. Ну. Выглядит достаточно прикольно. Салон дорогих автомобилей. И здесь. Как это все выглядит. Ага. На выдаче. Хотя лучше было бы в центре. Потому что. Именно внутри автозалона. Потому что. Блин. Там освещение охрененное. И первая тачка. Которая нас встречает. Это Lexus 570. Стоит он 7 миллионов 950 тысяч. Вот так он как-то выглядит. Интересно. Если на него обвес. Либо нет. Дальше. Это у нас. Вайпер. 8 лямов. Вот так как-то он выглядит. Достаточно красиво. Я бы сказал. Охуенно. Оказывается. Есть вайбер Та. Вот этот. Вайбер Та. А есть еще вайпер АЦР. Это походу разные автомобили. Ну. Либо обвесы. Porsche Taycan. 16 с половиной миллионов. Как-то так он выглядит. Ну. Неплохо. Не знаю. Везде его добавляют. Плюс-минус. Везде одинаково выглядит. Макларен. Вот этот уже очень интересный Макларен. Это типа. Приемник. 650 Алтай. Что-то такое. Да. Выходит. Ну да. Стоит 17 лямов. Я надеюсь. Здесь это неплохо. Ну блин. Ну почему не добавить статистику по багажнику. Там. По скорости. Что-то сложно. Например совершить покупку. Окей. А не. Багажники здесь написано. Окей. Но скорость не написано. Ferrari F12 Berlinetta. 22 миллиона. Охренеть. Просто охотито. Выглядит она охрененно. Если уже есть 812 суперфаст. Вроде как. Или нет. Я нету здесь. Но. Теперь будет и. В Berlinetta. Очень нравится. Все сидит. Что здесь не банальные тачки. Вот реально. Jeep Grand Cherokee Trackhawk. 8 миллионов 100 тысяч. Не знаю. Trackhawk как Trackhawk. Но 8 лямов я бы за него не отдал. А сколько этот багажник? 39 мест. Серьезно. Тем более бы не отдал. В принципе по этому автосалону все. Нам нужно еще поехать в средний автосалон. Посмотреть. Что за Silverado. И сколько она стоит. Так. Автосалон обычных авто. Средних. Ищем. Это Silverado. За лям 200 всего лишь стоит. Серьезно. Так мало. А сколько он в багажнике? 137? Ух ты че. Вот это кстати очень хорошо. Потому что игроки у которых есть Sierra. Там на 70 мест. У них нету бабок на Вандуру. Они могут купить Silverado за лям. Где-то так. Да я думаю где-то за лям она будет свободно продаваться. Типа. Вандуру за 1.6. Вряд ли найдешь. 1.7. 1.8. Вандура. А лямчик Silverado. Достаточно неплохо. Вот это лайк. Так. Мы приехали в салон спецтехники. Я угадал. Значит забегаем. И здесь по идее будет один эвакуатор. Да. Дот шрам. Который стоит 7 мать его миллионов. И ты сможешь эвакуировать свой транспорт. Только зачем это нужно? Я не знаю. Типа. Чтобы не багался багажник. Ну не багался. Именно на минуты он не банился. Типа на 10 минут. Или че. Я не понимаю. И по количеству автомобилей мы можем видеть, что не особо оно пользуется популярностью. Потому что они добавили только слот машины. Блин. Кому это нужно? Нужно вообще. За необычность заходить в казино, когда нет здесь рулетки. Как бы смотра привет. И здесь обычные вот эти лот автоматы только. Окей. А здесь фишки можно купить, да? У меня худ пропал какого-то хера. Ну да ладно. Одна фишка 10 тысяч рублей. Пиздец. Ладно, 5 фишек давай купим. 5 фишек можно? 50 тысяч. Охренеть. А, значит. А там я видел в чате, пацаны выигрывали по 100 фишек. А 100 фишек это 1 миллион. Давайте в даймонд сядем. Но я видел очень много багов. О, маски. Голубая. А, можно, да? Поставить. А, все. Вид от первого лица можно, чтобы удобнее было. Изменить ставку. Ставка 1. Максимум. Выигрыш. Ага. Я видел. Давайте. Enter. Блять. Я уже думал с первого раза выиграю. Вы проиграли. У вас баланс 4 фишки. Блин. Это было настолько близко. Я видел, что здесь было 3 семерки. Пацанов они в ВК в комментариях писали. Но им бабки не отдавали. Вот это наебалово реально. Вы выиграли 2 фишки. Серьезно? А, типа цвет тоже? Окей. Погнали дальше. Проиграл. Понял. Дальше. Ай-яй-яй. Еще здесь разные... Блять, опять проебал. Короче, оно как всегда... Вы выиграли 2 фишки. Чего? Вы выиграли 2 фишки? Блять, а как я... А как я выигрываю? Мне можно кто-то сказать? Вы проиграли. 6 фишек. Серьезно? Подожди. Вы проиграли. Можно еще раз? Я выиграю и смотаюсь отсюда. Ваш баланс 3 фишки. А, вон там. Если выпадает... Подожди. Нет, это не то. Погнали дальше. Не? Без толку. Серьезно. Без толку. Давай. Погнали. Последнее. Панкро. Давай, погнали. Последнее. Чекпот давай. Хер там. Ну, короче, пацаны... Самое быстрое просаживание 50 тысяч, какое вы только что увидели. В принципе, как обычное казино, сначала подогревает к вам интерес. Вы понимаете, что вы выигрываете, хотите больше. Ну и, конечно же, все. Потом всаживайте, типа стандартная схема. Я знал, что я приеду сюда и все всажу. Но пох чисто для ролика. Надеюсь, вам понравилось. В принципе, пацаны, там все. Вот такой вот видос вышел. Вот такое вот новое месячное обновление. Если СССР продолжить в таком же темпе, будет очень хорошо. Главное, чтобы они доработали предыдущие свои фишки. Они оставляли очень много багов. Пиши свое мнение про обновление в комментариях. Не забывай про подписку на канал, ведь мы идем к 3500 к Новому году. Делай с красной кнопкой серую. Вступай в мою братву. Нажимай на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первыми, никогда их не пропускать. Ну а с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока-пока.